Магазин Workout Shop обладает огромным выбором спортивного оборудования. Настенные турники и брусья, резиновые петли, кольца. Там вы найдете все, что нужно для тренировок. Переходите по ссылке в описании, покупайте и тренируйте в свое удовольствие. Также в интернет-магазине вы можете приобрести такую одежду с символикой воркаута, в которой я постоянно снимаюсь. Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу 10 самых простых статических упражнений на турнике. Первый самый простой статический элемент это уголок. Думаю, все знают, как он выглядит. Первая проблема, которая у вас может возникнуть, это недостаточно силы и мышцы в пресс. Для этого нужно просто делать подкачку обычную. Ну, подъемы, ну, не обязательно прямых, сначала просто согнутых. Потом старайтесь задерживаться. Ну и постепенно переходит прямым подъемом. Ну и, собственно, удержание у самого уголка. Вторая проблема это недостаточно растяжки. Просто сесть к стене, выпрямить спину и вытянуть так ноги. Если вы чувствуете дискомфорт, если тянет, то вам придется поработать над над растяжкой, стянуть вашу поверхность заднего бедра. Делать вот такие упражнения. Просто сидеть, чуть-чуть себя отдавливать от стены. И когда вот в положении, вот сидя, все ровно спиной, у вас не будет возникать дискомфорта, не будет ничего тянуть, то тогда уголок для вас станет растут. Отлично. Второй элемент это крокодильчик. Это обычный упор, но вам не требуется большой сил для удержания, поскольку вы делаете упор локтями в ваш пресс, напрягайте пресс и держитесь так. Самое главное – поймать баланс. Сразу пошли попыточки. Ну вот, крокодильчик, засчитан. Что за лодок смогут? Всем районам будем пробовать, все деревни. Он львов или львов? Да, нормально. Вот, все. Чуть ниже ноги. А, ниже надо, да? Чуть-чуть. Ну, чтобы было горизонтально. Вот так, да? Все, идеально. Ну, это просто. Теперь ты повтори. Давай, давай, давай. Я с ним уверен. Короче, его можно сделать с любым уровнем подготовки. Следующий третий элемент – это обычный драгонфлор. Нет, это действительно негр. Тихо. На скамейке, на полу. В общем, необязательно до этого иметь турнику, ты будешь. Вот возьмись просто с огненоги подними вверх, а потом... Дальше берись. Чего? Чуть подальше выкаем. Да, вот так. Сначала просто ноги согнутые подними. Упрямляй спину. Еще сильнее. Прямо в березку. Теперь медленно опускайся. Медленно. Еще медленно. Ну, пошло. Нежно, нежно, нежно. Фу, да хер надо. Теревовато. Да. Желаю тебе это хуже. Да. Не уверен, что не получится. Жестко, блин. Ну, держи, держи. Ну, вот есть. Чуть ниже можно. Вот, все. Идеально. Ниже, ниже. Ниже? Да. Еще ниже. Спину тоже надо опускать. Пресс напрягать надо. Тут прогиб. В пояснице пошел прогиб из-за того, что пресс напрягал. Чуть я сделал развеет. Ну, да, теперь правильно. Тяжело так делать. Так что понял, вот. Все, три элемента. А ты не сделал позор. Друзья, если вы помните, то на стриме я проводил конкурс с испытаниями. И с ним справились Андрей Александров и Максим Балашев. Парни реально красавцы, так что у меня просьба зайти к ним на страницы Instagram, YouTube и подписаться. Проставить лайки. Они это заслужили. Сейчас мы будем рассматривать несколько вариантов флешков. Можно палать на брусик или на трубе, крыше. Ищите пилон. Здесь такая фишка. Тут ваша задача Так вот, схватиться за трубу. Вы как бы ляжете на руку. Вторая рука просто лежать за трубу. И получается будет просто на арке держать лежать. То есть силы здесь абсолютно не нужно никакой. Такой трюк. Чтоб видно было как-то. Вот. Заводите так руку, берете за трубу. Потом вторая рука тоже берется. Ну и все. Самое, конечно, болезненное это то, что начинают давить на поясницу руку. Тут нужно вторую тоже не расслаблять, чтобы там совсем тебе ничего не продавило. Ноги тебе только выпрямить. Ты его загнула. Ноги приметить. Не получается? Ты соскальзываешь. У меня рука там едет. И как-то меня вот туда почему-то туда... Не закручивает. Да. Надо бороться с этим. Немножко напрягать. Косые. Я не смог вот так вот. Ниже, ниже. Это уже непростое. Вот так, да. Не, ну... Не, немножко с техникой надо поиграться. Рука должна быть прямой, во-первых. Чтобы вот угол был создан. И ноги, и часть эта, которая за рукой, сверх тела, должен быть уравновешен. Тогда поймаешь баланс. Не, у нас зубка тяжелая. Не ударь и близко, а вот баланс. Вот, беремся. Потом вот этим плечом чуть-чуть себя вот так вот давим. Чтобы не было вот такого херни. Вот. Рука должна прям вот на вот этом месте. То есть это ниже, совсем низко, это скручивает. Да, вот так. Это заводить. В другую сторону. Поедал. Кратце, то положение. Во. Во. И повешил. Уже нормально. Шагами давай, заходи. Да нам, да. На локаут. Еще далеко, да? Потяги. Следующий флажок похож на этот, только мы делаем наоборот. Все, тихо. Чуть-чуть похоже на крокодильчик. Также мы одной рукой упираемся, а вторую держимся за трубу. И заводим так, назад. Ровно? Да. Немного засвечивается. Одно рукой хватаемся за трубу и упираемся локтем в живот. Второй тоже держимся и заводим ее. То есть можно упираться так в трубу. Не так уж и сложно, да? Слышишь, пап? А? Это дядя Шариф? Ну, главное, короче, поймать баланс. Это легко, Коля. Вот. Снимаешь? Угу. В общем, не сложно, да? Шестое упражнение легкое. Да. Следующее легкое упражнение. Это без веса, это все. Я так не сделаю. Да я вообще не... Я когда-то пытался даже, но... Я даже не могу согнуть... Не то, что там подтянуться. Нет, это... Да как это легкое? Это ты че? Друзья, буду рад, если вы поддержите мой канал. Только с вашей помощью я могу заниматься своим любимым делом и делиться своим опытом и знаниями с вами. Всем, кто это уже сделал, огромное спасибо. Также донаторам я пишу программы тренировок и консультирую по любым вопросам. Поподробнее об этом вы можете узнать в описании видео или в описании канала.